всем привет ребята сегодня у нас речь пойдет о компрессорах а точнее о том как подобрать компрессор когда вы работаете холодильщиком когда вы ездите на вызовы как это все выглядит практически значит так я сначала расскажу как бы как это все выглядит по уму затем расскажу как это все выглядит в реальности как бы когда люди называют колхозный ремонт вот который ближе к нашим реалиям значит поехали первое что у нас происходит когда человек позвонил и вы уже ориентировочно знаете что заклинил компрессор как бы или есть у вас предположение предпосылки в общем пообщавшись вы перекинувшись пару слов вот можно в принципе понять когда в каких ситуациях компрессор вышел из строя конечно конечно в идеальном случае в идеальном варианте все это выглядит так что вы узнаете какая марка холодильника вы даже можете попросить человека сфотографировать компрессор с обратной стороны сбросить вам на вайбер вот и как бы в теории вы можете купить точно такой компрессор или даже совпадением как бы даже марки производителя ну или как минимум совпадением как бы мощности и как мощности и производительности вот значит на практике это вариант такой реализовать не всегда получается значит ни в одном магазине холодильного оборудования вот нету всей линейки компрессоров вообще всех возможных какие есть в общем ни в одном магазине этого нету в каждом магазине вот где бы выйти как бы не закупались в магазине в любом городе всегда есть как бы только какая-то часть компрессоров как много preço того всего как бы спектра широкого которое вообще производится которая вообще существует в мире в продаже там вот существует только какая-то часть в магазине присутствует в магазине какая-то часть вот и если вы будете получается компрессор где-то заказывать по почте ждать пока он там приедет это скорее всего что это такой вариант плохо закончится в общем человек который ждет от вас как бы ремонта скорее всего что он передумает и он не будет неделю ждать пока там компрессор этот приедет и вот в общем он скорее всего что или холодильник новый купит или кому-то другому обратиться ну вот как как-то так вот поэтому реагировать нужно очень быстро значит первый вариант это можно быстренько заехать в магазин и приобрести компрессор там который как бы есть который ближайший подходит вот как его брать по каким критериям значит первое что конечно должен у нас совпадать free он ты должно совпадать масло должно подходить масло у нас кофре он на каждом компрессоре как бы написано какой-то 134 или 600 и поэтому ну тут как бы не ошибешься не ошибешься как бы точно это можно подобрать теперь дальше по поводу производителя обязательно ли нужно брать вот такого же производителя такой же фирмы нет не обязательно можно брать производителя другого желательно конечно желательно чтобы у вас совпадала также мощность компрессора есть еще у компрессора такая характеристика как холода производительность и также плюс к этому каждый компрессор ну или не каждый но почти каждый вот он может комплектоваться конденсатором пусковым конденсатором вот пусковой конденсатор получается что ну это я так понимаю что он частично задействует как бы вторую обмотку пусковую вот и он увеличивает но он упрощает как бы запуск компрессора вот и увеличивает его мощность в общем компрессор как бы одна и та же модель без конденсатора или с конденсатором где-то отличается на 10-15 процентов мощности то есть конденсатор добавляет где-то 15 процентов мощности к тому же самому компрессору то есть если вы берете компрессор например 100 ватт ставите туда конденсатор то у вас он уже может выдавать например 115 ватт этот момент нужно учитывать иногда это бывает очень полезным вот этот небольшой зазор по мощности также у нас есть такое понятие как холодопроизводительность тоже холодопроизводительность не особо отличается как бы от мощности самого компрессора как правило это где-то 15 10 процентов 20 процентов вот от мощности компрессора и так мы подбираем ближайший компрессор вот если у вас есть такая возможность лучше конечно выбирать его в большую сторону то есть если вы приехали в магазин например и вам нужно купить компрессор например 130 ватт мощностью а его нету есть например там 140 ближайшие или 120 лучше возьмите 140 вот такой такой мой совет лучше брать мощнее компрессор и как бы таким образом получается что можно будет поставить его без каких-то проблем не переживая за то что его мощности не хватит мощности компрессора получается что может не хватить ну в какие-то сложные моменты в общем когда включили например режим там супер заморозка либо же когда очень жарко на улице когда там плюс 35 плюс 40 вот холодильник не справляется либо же когда его очень сильно загрузили какими-то продуктами теплыми там очень много как бы очень много и они теплые и мощности компрессоров такие моменты может не хватать поэтому лучше дать вот этот зазор как бы немножко больше вот это так все выглядит как бы если делать все по уму но по уму делать не всегда получается лично у нас вот я не знаю есть конечно люди нам пишут комментариях все время что мы там не настоящие холодильщики и мы ничего не знаем мы там ничего не умеем но может быть может так и есть но вот я рассказываю так как делаем он значит каждый раз и ездить магазин за компрессором каждый раз что-то подбирать это очень накладно это очень накладно поэтому мы пользуемся таким методом что мы просто имеем какой-то небольшой запас компрессору ну это буквально пару штук пару штук берем компрессора один например на 134 один на 600 вот мощностью 150 ватт и все возите вот эти дежурные компрессора с собой и вы можете этот компрессор ставить на любой холодильник значит чем это чревато вот замена компрессора который не соответствует по номиналу тому который стоял например значит первое что у нас возможно может измениться длина капиллярной трубки то есть как меняется длина капиллярной трубки обычно как бы капиллярная трубка может уменьшаться почему потому что вы даете компрессор повышенной мощности вот и если холодильник будет плохо работать то капиллярную трубку как бы можно чуть-чуть укоротить значит вот у меня например холодильник мой холодильник которым я пользуюсь холодильник indesit он имеет компрессор мощностью всего лишь 100 ватт вот если бы я захотел туда поставить компрессор мощностью 150 ватт то по идее мне нужно было бы укоротить капиллярную трубку как это сделать это можно рассчитать в программе downcap как бы есть у нас выпуске на эту тему какие правильные данные туда подставлять значит по поводу того что если капиллярную трубку не удается уменьшить если не удается уменьшить капиллярную трубку что мы тогда можем сделать мы тогда можем оставить капиллярную трубку такую какая она есть еще и ничего страшного с этим не будет до холодильник возможно будет работать немножко ну не так и хотелось бы возможно что потребуется немного большая доза фреона в связи с этим вот но в остальном все равно как бы он все равно он будет работать все равно будет как бы все нормально в общем закончится все хорошо теперь следующий момент как это отразится вот многие люди говорят что это такой вариант он неэкономные что это будет больше расход электроэнергии если вы вот мощность компрессора ничего подобного электроэнергии расходуются столько же просто мощный компрессор он ту же самую работу делает быстрее который компрессор чуть слабее ту же самую работу делать чуть медленнее но по затратам электроэнергии как бы получается то же самое то есть разницы особо как вы но я не вижу в подборе этих мощностей напоминаю вам что мы открыли несколько новых каналов которые посвящены автомобилям теме ремонта автомобилей покупки продажи проверки в общем все что с этим связаны поэтому можете перейти по ссылкам либо же в описании либо в комментариях либо же в конце этого видео будет тоже ссылки на канал это можно перейти и подписаться следующий момент теперь у нас пойдет речь о колхозных ремонтах вот которую мы очень сильно любим и всячески применяем в своей жизни значит такой вопрос можно ли ставить бу компрессора да можно ставить бу компрессора можно и нужно и мы все время ставим хотя и бывает и попадаем приятные истории какие-то с этими бу компрессорами тем не менее все равно мы пользуемся этой прекрасной возможностью значит бушные компрессора нужно брать только в тех случаях если они достаются или бесплатно или очень-очень дешево вот у нас есть масса предложений таких когда люди прям какие-то там склады магазин я не знаю где они берут откуда они там режут эти компрессора бушные вот но они их продают примут массово и цена бу компрессора у них не отличается от но как бы ну практически ничем в общем если новый там можно купить за 1200 гривен люди продают бушные за 1000 или там за 800 за 900 в общем ну как бы смысл брать был вот в таких магазинах таких как бы там ну складах сайтах не знаю как хотите их называть и в общем перекупы как не знаю кто они такие в общем смысла брать такие компрессора нет вообще никакого вы подвергаетесь риску так гарантии на них никакой нету у них есть так называемая гарантия на холодный запуск то есть это вы можете туда вну приехать как бы скорее всего что они вообще захотят его почту отправить вот а если вы даже приедете туда лично как будто они вам дадут его просто запустить как бы запустить и все но вы не сможете ничего проверить как бы создает он да не создает может вы его поставите на холодильнике он там не будет работать поэтому риск очень большой как бы и такие компрессора дорого брать не стоит то есть надо их брать или совсем бесплатно или очень очень дешево очень но мы берем до 300 гривен вот бушный компрессора до 300 300 это это максимальная цена которую вот мы можем дать а так в основном 100 200 там или вообще бесплатно ли отдают вот значит теперь идем дальше что у нас по поводу работоспособности бушного компрессора может ли бушный компрессор работать нормально на холодильнике может может и и скорее всего что так и будет вот если вы его проверили он получится так что если он изначально рабочий нормальный вы слили масло масло не подгоревшие не черное там и нету никаких признаков там запаха гарри нету там никаких признаков там замыкания счет чего-то ну любых общем признаков нерабочего компрессора вот и вы залили туда масло в нормальном количестве установили его на холодильник скорее всего что он так и будет нормально работать и ничего с ними случится другое дело что вы можете при вот этой проверки как бы пропустить какие-то моменты пропустить и пустить вот и в таком случае получается что вы поставите компрессор будет а он долго не проработает и выйдет из строя добывает бывает и такое это неприятно как бы но все равно в целом как бы если брать вот стоимость компрессоров бушный маленькую и как бы пользу от них то в целом все-таки это рентабельно все-таки да это рентабельно хотя мы несколько раз как бы зарекались их не брать но все равно мы берем по-прежнему и станем в общем вот так теперь следующий момент можно ли ставить компрессора например там от 134 фреона на 600 от 600 на 134 получается что я никому не советую это делать я не советую никому это делать но мы так делали несколько раз в общем ну бывали да вот бывали такие ситуации в общем мы как бы никого не обманывали все это было по обоюдному согласию вот просто бывали такие возможности что ну вот как бы нужно сделать все очень дешево очень быстро как бы компрессор нет нет новый как бы очень дорого покупать бушного как бы нету с подходящим фреоном поэтому брали ставили другой фреон но при этом все эти эти холодильники мы заправляли только 600 мы никогда не ставили компрессор от 600 на 134 и не заправлять 134 наоборот ставили а под 134 никогда не ставлю в принципе ну прокатывала пару раз такое мы делали как бы прокатывал ну я вам не советовал бы так делать все-таки или если делать то ну очень очень в каком-то крайнем случае и уж по крайней мере как бы ну не обманывать людей не ставить им другие компрессора под видом у тех которые должны быть вот и все будет хорошо в общем если подвести итоги то в идеальном положении у вас должно быть несколько компрессоров например мощность 150 ватт под 600 и под 134 и несколько бушных тоже под 600 и под 134 и все и вы таким образом сможете покрыть все возможные варианты каких-то полом бывает еще компрессора под холодильники с двумя компрессорами как бы маленькой мощности но это в основном как бы ну ред и реже такие случаи попадаются в общем можно иметь пару таких малышей как будто уже дежурных ну в основном все-таки стандартные это однокомпрессорные холодильники мы по крайней мере которые чаще всего нам попадаются поэтому рассчитывать нужно они в общем все ребят всем пока подписывайтесь на канал пишите комментарии пишите вопросы пишите свои предложения может быть кого-то интересует какая-то тема еще все всем пока до новых встреч пишите комментарии 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 пишите комментарии